Здравствуйте, меня зовут Лидия Корчемная и с вами YouTube канал Все наоборот. Надеюсь, вам будет интересно. Мои уважаемые подписчики продолжают задавать вопросы, касающиеся рейтингов австралийских вузов, ставят под сомнение приводимые мною доводы, присылают все новые и новые источники этих самых рейтингов, то с каких-то азиатских, то европейских сайтов и форумов. Многих бросают к сравнению с Гардом и Кембриджем. Тут же паровозом потягивается уже и сама Австралия. Страна нехороша, она не имеет древней истории. Гомер родился не здесь, если вообще существовал. Айфон придумали не в Австралии. Штаб-квартира Майкрософт тоже в другом месте. Лувр у вас там нет. Ну и прочее, и прочее. И зарплаты у вас там не так, как в Америке, не хороши. Если сравнивать среднюю зарплату в Калифорнии и в Южной Австралии, то в Калифорнии гораздо лучше. А вот в Финляндии, например, уже вообще раздают деньги просто за факт проживания. А у вас там только пять университетов, первые сотни. Дикая жара и еще пауки, змеи, кусающие всех, кого не разодрали на часть акулы. И я оказываюсь в странной роли, когда мне вроде как-то надо почему-то защищать свою страну, ее образование, образ жизни, приводить энтомологические и метеорологические данные, рассказывать о социально ориентированном обществе, балансе ценностей, экономических реалиях современного мира и вообще выступать в роли миссионера, склоняющего людей к другому ценностному ряду. Но не могу же я сказать, например, я с вами согласна, нечего в Австралии делать, до свидания, точнее прощайте. Мои размышления по поводу штампов восприятия стран приводят к тому, что очень сложно это поменять с помощью роликов, приведения фактов, бесед. Это, конечно же, не повод этим не заниматься. Единственное, что по-настоящему сдвигает восприятие, это личный опыт. Приехать, пожить и сделать открытие. Медведи с кольцом на три не ходят по улицам, не все пьют водку литрами, купаются в проруби и выходят на кулачные бои по воскресеньям. Но приобрести этот опыт в отношении Австралии можно лишь в Австралии. Поэтому я решила донести вот какую мысль. Многие, конечно, не все от меня и моего скромного YouTube-канала требуют основанных на фактах доказательств, что уровень образования в Австралии выше, в крайнем случае уж точно не ниже, чем в Гарварде, Еле, М.А.Т. в Швейцарском институте технологии Оксфорде и Кембридже. Зарплаты в Мельбурне не ниже, чем в Сан-Хосе в Калифорнии. Памятники архитектуры и искусства не уступают тому, что можно увидеть в Париже, Риме и Флоренции. На улицах большинство людей говорят по-русски, как в Грузии и Израиле. Английский хорошо бы выучить, но если не получается, ничего страшного и так сойдет. Социальная защита, как в Норвегии, только чуточку-чуточку лучше. Синий паспорт с королем, гарантированным всем, кто соизволит сюда приехать. Парижская система идеальная, ровно такая, как мне нравится. Слышали, что взятки не берут? Ну, наверное, все же у кого надо, то берут. Цены, наверное, все такие же, как в Таланте, только чуточку ниже. Театры, ну такие, как в Москве, спектакли идут по-русски. Для местных их все-таки переводят в наушниках, но не всегда. Кругом грузинские рестораны, дешевые хинквальные и шашлычные, кафе узбечка на каждом углу. Тем, кто привык к левому рулю, разрешается ездить по встречке. Даже если на улице плюс 15 летом, можно говорить, что страшная жара. Если вы привыкли к мысли, что в Австралии летом страшная жара. Если вас укусил ковар, то можно говорить, что это укусила змея или паук. Раз уж вы привыкли к мысли, что здесь всех кусают пауки и змеи. Если вас во время купания не порвала акула, можно говорить, что это вам случайно повезло. После смертельной опасности остались в живых. Вот она какая, Австралия. Я не могу доказать, что Австралия это земля обетованная. Ла-Лангамияна, райский уголок, земля Санникова. Что все здесь сочится молоком и медом для всех и каждого. Просто потому, что это не так. На каких-то безумных вселенских весах, на мой и не только мой взгляд, Австралия оптимальная страна с открытой иммиграционной политикой, современным обществом, глубокими демократическими традициями и большими возможностями для каждого. Но если вы ищете здесь, в Австралии, то, чего нет, пытаетесь сделать из нее место, где цены на клубнику, как в Турции, а образование, как в Стэнфорде, то я не готова с этим спорить. Здесь хорошая клубника и хорошее образование. Но Стэнфорда в Австралии нет, и дешевой клубники тоже нет. Теперь уж простите, раз я решилась полемизировать, то другая сторона медали. А откуда это вообще все идет? Откуда убеждения, что вся Лига Плюща, заодно с профессора Королевского колледжа Лондона и университетом Нового Южного Уэллса вас заждались? И кино без наших гениев решили даже не начинать. Вам сейчас 17 лет? Вы закончили Сидней Грамма Скул с результатом HSC 99,8? Заодно являетесь чемпионом штата Нью-Саус-Уэллс по гребле? Заняли второе место в Австралии в юношеском чемпионате по боксу? К тому же продемонстрировали выдающиеся успехи в игре на скрипке? Свободно говорите на четырех языках, помимо английского, обязательно латыни и греческого, разумеется? Вы происходите из старинного рода, ваш папа учился в Вытоне, а закончил Тринити колледж Кембриджа. А все еще крепкий и молодой дедушка по праву почвы гражданин США и трудится сенатором от штата Массачусетс. И он готов написать вам рекомендательное письмо своему фронете, у которого жизнь не сложилась. И он всего-навсего президент Гарварда. И вы принимаете нелегкое решение остаться в Австралии, поучиться в Штатах, переехать в родную митрополию, поближе к бабушке Агнесе в Лондон, или поступиться принципами поучиться в Цирихе, тем более что ваш немецкий безупречен, спасибо любимому школьному учителю словесности Херу Эриху Фауту. У вас ступочкой на полке сложены паспорта Австралии, США, Великобритании. Вы на полном серьезе полагаете, что если в современной австралийской университетской системе достаточно открытая политика, то ваши 25 или 30 тысяч являются критическими суммами, за которые они лягут трупами, что перед вами открыты все дороги, страны и континенты? К сожалению, должна огорчить, это далеко не так. Просто на самом деле в отдельных случаях при совпадении многих условий некоторые наши соотечественники попадают в очень известные вузы. Но очень редко при совпадении многих, очень многих условий. Тут и возраст, и знания, и выдающиеся успехи, и его величество случай, разумеется. А из реалии то, что предлагает сегодня австралийская образовательная индустрия, является уникальным продуктом. Она обеспечивает реальный доступ иностранцев к очень качественному образованию, и не только к нему. Но, поверьте, это вы в ней больше заинтересованы, чем она вас. Представление некоторых выходцев из стран бывшего СССР о том, что Австралия отныне и во веки веков отчаянно борется и будет бороться за их переезд, крайне далеки от истины. Вы всего лишь имеете шанс. Воспользуйтесь им, если есть такая возможность. И перестаньте уж, пожалуйста, сравнивать несравнимое. На всех весах главное все же счастья, а здесь его достаточно. По всем рейтингам и без всяких рейтингов Австралия не Турция, не Греция, не Индонезия и не Кипр с оккупированными и северными территориями. Здесь можно строить дом для себя и следующих поколений. Это об этом речь, а не о сравнении стоимости клубники и зарплат, и не о поисках новых рейтингов. Удачи вам! С вами была Лидия Корчевна, и все наоборот. YouTube канал об Австралии, обо всем на свете. Если есть вопросы, пишите их на e-mail, вы видите его сейчас на экране. Расскажите о себе и своей ситуации, и планах. Я всем постараюсь быстро ответить. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Буду очень благодарна, если подпишетесь на канал, разместите ссылки на него в соцсетях, поставите лайк, напишите отзыв, вопрос, мнение, обсудите со своими друзьями.